У каждого человека есть достаточно широкий спектр возможностей, и он сам хозяин своей судьбы. Он, именно он, выбирает свой путь, причем делает это еженедельно и ежечасно, и в режиме онлайн, что называется. Поэтому я не сторонник вот такого фатализма, что у нас у всех все прописано, судьба заранее предначертано, и вот в этом смысле предназначение уже сформировано, остается только следовать фарватере. Я убежден, что судьбу формируем мы исключительно сами. Вот тот фарватер, о котором вы говорите, все-таки для предпринимателей, бизнесменов, он как-то задан заранее или нет? На мой взгляд, основной вектор задается прежде всего, как это может быть не покажется немножко банально странным, но духовно-нравственными параметрами человека, если говорить о долгосрочной стратегии. На каком-то коротком периоде можно добиться феноменального успеха, но если говорить о пути длиною на всю жизнь, то вот это определяется тем, как выстроен вектор цели жизни самого человека. Как он, если угодно, соотносит свое понимание жизни, вот с, ну если угодно, с Богом, с высшим промыслом. Для меня это далеко не пустой звук, хотя в свои годы, может быть, вот лет еще 25-30 лет назад я в эти слова не вкладывал серьезного смысла. Сейчас я совершенно иначе смотрю на жизнь, и вот во многом, на мой взгляд, судьба человека определяется тем, насколько он ощущает русло божьего промысла. Вот насколько это возможно в той ситуации, которая сегодня сформирована, тем не менее, вопреки иногда многим очевидным вещам, идти все-таки в этом русле. Иногда это не самый легкий путь. Я бы так сказал, что он может свою судьбу выстраивать под себя с такими элементами демонизма. Вот я сделаю судьбу вот так. А может просто положиться на божий промысел и сказать, что, господи, я вот отдаю себя прежде всего, я верю тебе, что ты лучше меня знаешь, что нужно. И пытается ежесекундно ощущать вот это русло и строить свою судьбу уже не так, как он хотел бы, а вот сообразуясь с некими подсказками свыше. Конечно, эта алгоритмика нарабатывается только с годами, но она существует. Подсказки свыше, значит, эти подсказки уже в каком-то продуманном русле. Всегда вот русло божьего промысла, оно есть. Но человек зачастую строит свою перспективу, планы в бизнесе, семейную жизнь, либо сообразуясь с руслом божьего промысла, либо считая, что этого нет, он сам хозяин своей судьбы, и он сделает так и добьется результата, не пытаясь как-то вот найти некие представления о том, а вот это по-божески или это не по-божески. Вот это я имею в виду. Вот если он каждый день думает и сверяет свой курс, да, вот может быть так поступить, а может так. Это совершенно конкретный вопрос, он не вопрос Бога, это его вопрос. Но он проверяет это на оселке, а вот это по-божески или не по-божески. Вот тогда он находится в русле. По вашему мнению, ведь предприниматели очень часто говорят, что они принимают решения интуитивно, на основе своих внутренних ощущений. Ровно как интуитивно принимают решение, вступать им вообще на тропу этой предпринимательской деятельности или нет. Где вот это вот ощущение? Правильно я ли я делаю, входя вот в эту стезю предпринимательства? Когда вы сказали об интуитивных ощущениях, это, пожалуй, самое главное. Но надо понимать, что это такое. Потому что, вообще говоря, вот от момента рождения человек проходит, ну, это если не сообразуясь с какой-то классической психологией, а то, как мы понимаем жизнь. Четыре уровня. Вот буквально от рождения. Животный тип строя психики, когда им управляют только инстинкты. Потом мы называем этот уровень зомби-биоробота, когда человек старается делать все так, как делают все окружающие. У ребенка, помните, я хочу как папа, я хочу как мама, да. Вот третий уровень, это, мы говорим, демонический тип психики. Когда у ребенка он проявляется, я не хочу как мама, я не хочу как папа, я хочу как я. То есть, ребенок или предприниматель ставит себя в центр мироздания, он считает, что он пуп земли. И вот он будет решать все. Кому, кем быть, как все решать. И только четвертый уровень, когда он один раз шишку наварил, второй раз лоб разбил. И только потом он начинает задумываться, а как же так, я все вроде планировал, у меня и тут не получилось, и там не получилось. И тогда он начинает понимать, что оказывается есть нечто, что над нами. Вот это нечто мы именуем высшим промыслом, Богом, творцом-вседержителем. И это не просто какие-то мистические слова. То есть, это не элемент веры, это элемент совершенно конкретных, практических дел. То есть, тот, кто для себя это постулировал и понял, что это есть, он начинает просто жить иной жизнью. Он каждый день советуется вот как бы вот с этим высшим промыслом. И это и называется интуитивные прозрения или подсказки души. Но важно, чтобы они шли от Бога, а не от эгрегоров самостийности, эгрегоров жадности, эгрегоров стяжания богатства. Вот это очень тонкая граница. Человек на него и идет, он считает, что это наваждение, интуитивное прозрение. Вот надо вот так. А откуда это идет? Вот это определяется нравственностью человека. Когда человек все-таки встает на вот эту тропу, вот эту судьбу и говорит, моя судьба – это предпринимательство. Как вы считаете, что он должен ощущать? Я когда говорю о русле божьего промысла, интуитивных прозрениях, истинных подсказках, он должен ощущать душевное равновесие, спокойствие, уверенность в себе. И сопровождать его действия должна улыбка на лице. Вот первый признак связи человека с Богом – это улыбка на лице. Вот если он это делает с радостью, с улыбкой, то значит все хорошо. Но если идет все кувырком, то тогда нужно остановиться и задуматься. Вот у меня, например, лакмусовая бумажка может быть вот самая главная именно такая. Это душевный настрой, потому что в ладу с Богом человек ощущает благодать. Даже если его к этому подталкивают сложные события, которые с ним происходят, которые ему говорят, ну ты должен обеспечивать себя материально, иди сам добывай себе хлеб. Да, несмотря на те обстоятельства, которые складываются вокруг, иногда ему может казаться, что да, вот так, но ведь это же гораздо хуже. Я мог бы вот сегодня вот там заработать еще больше. Но понимаете, мы, в отличие от Бога, не можем просчитать, как помните в «Мастере Маргарите». Ну хотя бы на тысячу лет-то надо что-то предвидеть, иначе чего ж ты предвидишь. К сожалению, человек не наделен такими качествами, и поэтому полагаться только на себя нельзя. Если чувствуешь, что вот, да, вот так, это классно, мне вот так нравится, то значит, надо пойти так. Потому что, может быть, тем путем, который сегодня 7 советчиков тебе предлагают, как наиболее предпочтительный, во что он выльется через годик, очень сложно спрогнозировать в наше непростое время. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему клубу позитивного развития «Человек-дела». Подписывайтесь на наш канал. Вам удачи в делах! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!